Ну, и переносимся в леса, где Гном с Броном. На 11 маршруте. А что они пешком-то? Я каждый раз просто охереваю. Куда вы дойдете, во-первых, я вообще не знаю. А особо это такой видный маршевый ходок, как карлик. Если Брон ходит 5 километров часто, карлик 3. Если не меньше. Ну, хорошо. Если 3. Тренированный карлик. Ну, они таким прогулочным шагом никуда вообще не торопятся. И идут, естественно, разглагольствуя, потому что скучно. На что Брон и говорит... Может, ты уже заткнешься? Здесь повсюду горные племена. Если суждено умереть, лучше умереть с песней в сердце. Сейчас еще запоет. И запел. Да, говорит карлик. Я могу отнять всю еду и бросить тебя здесь. И что ты будешь делать, интересуется Брон? Идти скучно? Он карлика пугает по-всякому. Голодать, скорее всего. А ты уверен, что я так не поступлю? Что ты хочешь, Брон? Золото? Женщин? Золотых женщин? Ты держись за меня. И все у тебя будет. Но только пока я рядом. И ни секунды дольше. Ты и так это знал. Вот почему так отважно взялся за оружие, чтобы защитить мою честь. Ты только не рассчитывай, что я постоянно буду преклонять колено и кричать, милорд, всякий раз, когда ты сорвешь. Я тебе не подхалим, и я тебе не друг. Молодец. Тоже отлично заходит. Как бы я не дорожил твоей дружбой, но меня в основном интересует твоя способность убивать. И если однажды у тебя возникнет искушение меня продать, ты помни одно. Какова бы ни была цена, я ее перебью. В два раза. Да. Мне нравится жить. Ну, как-то это... С одной стороны, странная беседа. Уж прямо такие вещи заявлять как-то глуповато. Но с другой стороны, обрисовывает моральный облик... Обоих. Да. Ну, там здорово, конечно, сделано. В том смысле, что у этого Карлика в итоге, как выяснится, друзей-то кроме этого наемника-то и не будет. Ну, какой же он тебе друг? А оказалось, что это у него единственный друг вообще окажется. В итоге. Именно эта мразота лютая. Печально. Вот. И никого ближе у него фактически и не было, и не будет у Карлы. Ну, да. Есть еще брат. Но брат все-таки родственные узы некие. Там чуть-чуть по-другому. А вот со стороны друган у него один останется ровно. Печально, что у тебя вот такой, который спрашивает, а если я сейчас заберу еду и не уберу, тогда ты чего? Печально. Ну, в общем, отбой. Тиреон спит. Брон проснулся вокруг. Шуршат. Давай пинать его. Тиреон. Тиреон. И вот уже... Ковлек-то отважно на землю. Так лег спать вообще. Я каждый раз поражаюсь. Вы так на свежем воздухе когда-нибудь пытались прикорнуть? Нет. Совершенно очевидно, что никто вообще не представляет. Начиная с тюрьмы, где он там на камнях спал, лежал, никакой кошмы даже не дали. Вы с ума сошли? Он же умрет сразу. Ну, кошму у него отняли. У него с собой была мега шкура этого суперечного кота или кого-то у него была. Огромная такая мега шкура. Очень теплая. А у него тут же морд ее изъял. Тюремщик. И он там первые сутки охеревал на холоде. А потом, когда он побежал рассказывать, как он маме Лене в черепаховый суп подрочил, пришлось до суда ему шкуру-то вернуть. Ну, чтобы хотя бы до суда даже. Да. В общем, никаких там, я не знаю, веточек бы наломать как-то. Подстелить туда-сюда. Это отказать. Это неинтересно. Что тоже, кстати, как-то, я не знаю, реализация копеечная, по-моему. Копеечная просто. Что сделать нормальное ложе, на котором ты в лесу спишь. Хотя бы ты этот плащ из восьми шкур, на нем уже как-то будет хоть как-то. Хоть как-то. Хоть как-то. Непонятно. Ну, короче, со всех сторон все-таки горные племена проявились. Тут гном. Молодец. Сразу добро пожаловать к нашему... К нам на огонек. Угощайтесь нашей козой. У него там нажарено. На что? Это наша коза. Есть случай. Говорят люди с гор. Встретитесь с богами. Скажите, что вас прислал Шага, сын Адольфа. Для многих, наверное, открытие, что Адольф – это Адольф. Из каменных ворон. А я Тирион, сын Тайвина из клона Ланнистера. И как ты хочешь умереть, спрашивает его боец. В своей постели лет восемьдесят. С желудком, полным вина. И с девичьим ртом, сосущим меня за хуй. Вот Карла присутствие духа не теряет ни на мгновение. Вообще. Молодец. Папуасы одобрили. Гнома заберите. Будет танцевать для детишек. Второго убить. Брон оживился уже. За саблю схватившись. Не-не-не.